Дракон Комода. Вот у нас дракон, такой шикарный, замечательный. Действия происходят в Лондоне на улице Милк-стрит. 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 Жил на свете дракон. Звали его Комода. Он умел извергать огонь, и поэтому все окрестные жители его боялись. Заслышав его шаги, все разбегались и прятались. А шаги его было не мудрено услышать, потому что Комода носил сразу три пары башмаков. У дракона ведь шесть ног. Можно вам посчитать, что у нас шесть пар ног, шесть ног. И все шесть башмаков вместе, да еще каждый башмак в отдельности, ужасно скрипели. И вот однажды Комода встретил девочку Сьюзи, которая его ничуть не испугалась. Зачем ты изобретаешь огонь? Ты же всех пугаешь. Мама, я не знаю, я об этом не думала. А что, не надо? Конечно, не надо. Ну ладно. Пообещал Комода. Они попрощались, и Сьюзи пошла домой. Уже стемнело. Уже стемнело. Так, сейчас, еще секунду. Но фонарчик Чарли почему-то не зажигал огни, и прохожие не знали толком, куда им идти. Оказывается, Чарли, фонарчик, не вставал в этот день с постели. Он слишком устал накануне вечером, и не успел еще как следует этот огонь. Он крепко спал и жевал во сне бутерброд. А мэр города, сэр Уильям, очень все делал. И не знал, как зажигают чуточные фонари. И тут Сьюзи пришла в голову замечательная идея. Она побежала назад к Комода, к дракону. И привела дракона в город. Они вдвоем обошли все улицы города и зажгли подряд все фонари. Жители города очень обрадовались. С тех пор они совсем перестали бояться драконов. И каждый год, когда фонарчик Чарли уезжал в отпуск, они звали Комода зажигать фонари. Браво!